Всем привет! В прошлый раз мы разговаривали про динамику CPM за два года на YouTube и Алексей Зимин задал очень интересный вопрос. Он спрашивает, ну допустим, с CPM все понятно, но как изменялось соотношение коммерческих просмотров к общим просмотрам на YouTube за тот же период времени? Только зная оба эти фактора, можно рассчитать изменение дохода. И я не поленился, решил этот параметр также учесть. Вот здесь мы видим динамику общих и коммерческих просмотров за два года с 9 февраля 2014 по 9 февраля 2016 разбитую на кварталы. Так считать удобнее. И напомню, что вот здесь отображена динамика CPM также поквартально. CPM это цена за тысячу коммерческих воспроизведений. Эти два фактора важны нам, чтобы проанализировать изменение стоимости рекламы на YouTube и изменение заработка ютюберов. Я сделал вот такую сводную табличку. Здесь первый столбик это кварталы и годы. Второй столбик это количество просмотров общих. Третий коммерческие просмотры. Дальше доля коммерческих просмотров от числа общих за тот же период времени. Дальше CPM в среднем за квартал. И некий индекс дохода. Как рассчитывается индекс дохода? Мы умножаем долю коммерческих просмотров на CPM. Получаем некое число абстрактное, которое будем использовать для сравнения по месяцам. И я построил график. График номер один синего цвета. Здесь у нас изменение доли коммерческих просмотров по кварталам с 2014 по 2016 год. Здесь вполне однозначно видно, что за два года происходит снижение доли коммерческих просмотров от числа общих. Это значит, что уменьшается количество рекламы на YouTube в пересчете на тысячу просмотров, грубо говоря. С чем это связано? Здесь может быть ряд важных факторов. В том числе это блокировщики рекламы, которые получают большее распространение. Может не хватает рекламодателей. Может они выбирают более дешевую рекламу. Все это, конечно, сказывается на доле коммерческих просмотров. Также могут быть факторы, зависящие непосредственно от канала. Но я считаю, что их влияние в данном случае не особо выражено. Снижение идет постепенно и абстрактно. Вот так просто из графика оно незаметно. Мы не можем сказать, что прямо видно это снижение, потому что график YouTube аналитики не предоставляет сделать это очевидным. Здесь мы видим, что в 2014 году, в первом квартале, доля коммерческих просмотров на этом канале была 58%. Потом снижается до 57%, 56% и 53%. 2015 год. Там идет средний уровень 46-45%. И сейчас, в 2016 год, начало года, первый квартал, 45%. То есть, за два года мы видим снижение на более чем 10% доли коммерческих просмотров. Дальше. Теперь мы видим такой же график по CPM, по стоимости за 1000 коммерческих просмотров. Естественно, она меняется. Естественно, обычно в начале года она низкая и к концу года она возрастает. Также есть локальное снижение несколько в третьем квартале, но оно не супер выражено. Мы можем видеть, что наибольшая стоимость 1000 коммерческих просмотров, в принципе, приходится на 2014 год. Там по всем кварталам показатели выше, чем за 2015 и чем за начало 2016. Что касается сезонного снижения, в первом квартале 2015 года просадка была более сильной, чем в первом квартале 2016 года. Ну, естественно, в 2014 не было такой просадки, там была более дорогая реклама. То есть, мы можем сказать, что есть надежда на некоторое восстановление рекламного рынка, потому что в первом квартале показатель лучше в 2016 году по сравнению с 2015. Более подробная статистика будет, естественно, по мере получения информации. И вот теперь интегральный показатель, когда мы учитываем и долю коммерческих просмотров, и стоимость за 1000 коммерческих просмотров. Что мы можем видеть? Ну, естественно, динамика поквартальная, но мы можем сказать, что вот первый квартал 2015 года, показатель в среднем 283. И первый квартал 2016 года, 2,81, то есть идет снижение за счет некоторого уменьшения количества коммерческих просмотров, их доля от числа общих просмотров. То есть, даже несмотря на то, что CPM у нас в этом году в первом квартале повыше, чем в прошлом году в первом квартале, но доля коммерческих просмотров упала, поэтому, как итог, мы видим некоторое небольшое снижение. Еще раз говорю, что здесь расчет сделан для доходов в долларах, не в рублях. То есть, относительно прошлых лет, мы видим небольшое снижение дохода, полномерное, постепенное. Ну, что касается 2014 года, там было все нормально. И вот с 2015 резко у нас кризисное состояние, и резко все снижается в полтора раза. Что можно прогнозировать на ближайшее будущее? Как мы видим из представленной здесь динамики, есть вероятность того, что стоимость за тысячу коммерческих просмотров больше падать не будет, но мы видим, что уменьшилась количество, доля коммерческих просмотров, и ее рост ничем не предсказывается в настоящее время. Итого, доход будет складываться из соотношения, насколько у нас просядет доля коммерческих просмотров, и насколько у нас сохранится стоимость рекламы. В общем и целом, небольшое снижение будет продолжаться. Также важно, что зависит это все от курса доллара, от состояния экономики, от санкций. А еще сейчас поговоривают о введении налога для Google и других проблемах, то, что там видеоблогерам будут вводить тоже налоги дополнительные. То есть есть проблемы, и пока непонятно, к чему эта вся ситуация может привести. Динамика не очень хорошая. Вот аналитика, основанная на цифрах. Напишите ваше мнение, и Алексей Зимин, наверное, особо обратит внимание на это видео, потому что тут все посчитано уже более основательно и более правильно. Видим истинную картину, как она есть. На этом все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. И я хочу сказать еще один важный момент. Мы открыли нашу новую бесплатную школу, в которую уже можно начинать записываться. Скоро состоится официальная презентация на канале. Новые уроки, в которых будет полный набор знаний, бесплатно, естественно, необходимых для успешного развития вашего канала. Всем пока. До встречи в следующих видео.